Всем привет друзья! Ну что, начинается мое путешествие в Южную Корею, Россию, Казахстан и вы спросите меня, с каким настроением я путешествую? Отлично, посмотрите, отличная погода, отличный зимний день в Сидне и я готов к полету. Сейчас я нахожусь в международном терминале аэропорта Сиднея и если вы выбираете Австралию, то вы будете много путешествовать и мне это очень нравится. Все-таки в моей крови есть также кровь пилота, так как у нас в семье есть пилот и соответственно я очень рад, когда я летаю. Чем больше я летаю, тем больше, в общем-то, я рад, что я летаю. Соответственно, вот эти расстояния, которые вы преодолеваете, вот сейчас я поеду до Южной Кореи, точнее полечу 10 с половиной часов, я прилетаю их очень легко и мне это очень нравится. Лечу я авиакомпанией Азиана, это пятизвездочная авиакомпания, насколько вы уже, может быть, вы видели мое видео о поездке в Корею. Соответственно, посмотрим, что представляет из себя ее сервис. Я уже летал и Emirates, и Qatar Airways, и Qantas, и Qatar Pacific, то есть вот эти пятизвездочные авиакомпании и сервис у них, конечно же, был на высоте. Посмотрим, что будет с Азианой. Вот видите, нас расталкивают здесь различные стюардессы и стюарды, и посмотрим, что будет дальше. Во всяком случае, у меня хорошее настроение, чего и вам желаю. Желаю вам путешествовать в июне, в июле, августе и сентябре по всему миру, открывать новые места, как открываю их я. Я никогда не был в Корее. Я очень рад, что я полечу туда и посмотрю, что же из себя представляет эта страна. А это, кстати, стюардесса из моей компании, с которой я полечу. Соответственно, вот и познакомились. Ну что, полетели, пожелайте мне хорошего полета. Посмотрим, что покажет для себя Азиана. Ну и, конечно же, как вы могли видеть или не видеть, большинство пассажиров в этом самолете будут, скорее всего, корейцы. По крайней мере, я сидел сейчас, ожидал свою посадку, и я сидел просто вокруг корейцев. У них такой очень понятный корейский язык, и я точно его отличаю от всех других азиатских языков. Все-таки долгое время в Австралии дает о себе знать. Ну что, сейчас скоро увидим самолет. Где же он? Полет будет 10,5 часов. В общем-то, быстрый полет. Я помню, летал до Пекина. Немного меньше было, по-моему, 10 часов или 9,5 часов. Но здесь 10,5 часов. Так, где же самолет? Самолет еще не вижу. Наверное... Да, вот это наш самолет. Там самолет Новой Зеландии, как вы видите, там тайская авиалиния, а вот это наш. А там дальше филиппинский. Ну что, место 34к. Посмотрим, что из себя представляет Азиана. Ребята, пожелайте мне хорошего полета. Ну что, мы сели в Кернсе, потому что одному из пассажиров стало плохо. Соответственно, здесь потеряем, наверное, пару часов. То есть, мы снижались какое-то время, сбрасывали скорости топлива. Мы сели и сейчас будем какое-то время стоять. Поэтому надеюсь, что я в Сеул прилечу вовремя, потому что у меня завтра экскурсии. Чего еще случилось? Попробовал я корейскую еду и, знаете, не сильно-то я и наелся. То есть, я спросил, есть ли у них мясо, у них какое-то корейское национальное блюдо и какие-то овощи были. Мне пришлось взять корейское национальное блюдо. Там немного-немного было говядины и очень много соуса острого и так далее. Но, в общем, не знаю, почему так. Наверное, все-таки Корея была бедной страной и поэтому люди не видели много мяса и всего такого остального. Соответственно, им приходилось есть кабачки какие-то, морковку и все такое. Но, в принципе, можно есть. Просто я попросил добавки. Ну, сейчас мы в Кернсе. Вот вы видите аэропорт Кернса. И мы здесь стоим. Вот уже человека вынесли. Точнее, женщина была такая пожилая, лет пятьдесят. Уже давление было у нее. Но она была в сознании. Надеюсь, с ней будет все хорошо. Ну, все. Теперь ждем дальнейших инструкций и, наверное, полетим. Да, кстати, когда подлетали в Кернс, было очень интересно, потому что там вода была просто невероятного цвета. Вот эти горы, которые виднеются, вот вы видели. Соответственно, очень интересно все было. Но ждем дальнейшего продолжения путешествия. Ну что, приземлились на три часа позже, запланированное в аэропорте Сеул. Сейчас ожидаю свой поезд до центральной станции и потом поеду в отель. Что хочу сказать насчет авиакомпании, с которой я летела, Ziana Airlines. Мне она не очень понравилась. И не потому, что у нас была задержка. Мы сели экстренно в Кернсе, потому что пассажиру стало плохо. Потому что, знаете, не было нормальной еды, которую я привык есть. Потом мы, конечно, дали рис и говядину, какие-то еще овощи. Ну, знаете так, не очень. Самолет, конечно же, тоже не новый. И в конце, что больше всего меня поразило, это то, что, когда раздавали сэндвич, я попросил второй сэндвич, просто было очень сильно голоден. И мне сказали, что нет, к сожалению, только есть один сэндвич. Это из отрицательного, из положительного. Были фильмы на русском языке. Знаете, все гудело, как самолет обычно гудит. И не хотелось напрягать свой мозг, смотря что на английском языке. Поэтому были фильмы на русском языке. Посмотрел Джо Манжи. Еще какой-то фильм, не помню. Великий какой-то волшебник с этим. Забыл актера. Забыл актера. Короче, голова уже не заображает. А, с Хиджекманом. Вот. Это также плюс, что было на русском языке. Плюс также, что мягкая была посадка. И вообще, плюс также, что были, в принципе, хорошие стюардессы. Но питание мне не совсем понравилось. Поэтому моем приоритете катарцы и... Ээээ. Фуантас. Да. Голова уже не соображает после 19 часов полета. Если вам понравилось это видео, заранее скажу, поставьте 100 классов лайк, а также подпишитесь на мой канал. А пока, пока!